Ой, вы знаете, этическая сторона любого вопроса – это предмет долгих дискуссий, в которых могут участвовать и представители религиозных институтов, представители социальных каких-то институтов, общественных организаций, просто люди как люди. Тут есть что обсудить, и правда. Ведь мораль во многом определяет развитие технологий. Или технологии, развиваясь, ставят перед общественной моралью какие-то новые задачи. Вот так происходит и сейчас. Наука все равно будет развиваться, независимо от того, как мы к этому относимся. Ведь эти вопросы относятся к разряду глобальных, каких-то бытийных. Людей всегда интересовало, как путем какого-то волшебства выпил живой воды. Вот ты уже и не умираешь. Но все это в сказке. А теперь мы близки к тому, чтобы все вот эти сказки сделать былью. Однако получается, что внутри-то мы немножко боимся. А во что это может превратиться-то? И все то, что все те задачи, которые ставили перед нами, все вопросы, которые ставили перед нами писатели-фантасты. Например, там, пересмотрите космическую Одиссию 2011 Стэнли Кубрика. Этот разговор человека с компьютером, от которого аж холодок. Не холодок, а холодина просто изнутри. Просто действительно очень много вопросов. Я про себя могу сказать следующее. Я представитель все-таки поколения живущего на грани. Я вижу, как развиваются технологии, там, клонированным овцам уже, они уже, собственно, это нормальное явление, клонирование не так уж это все и страшно, хотя дискуссии вокруг этого не угасают. Я вижу, как медицина делает успехи. Я вижу, как индустрия красоты, окей, делает успехи. Но на многое я не готова внутри, потому что во мне заложена биологическая программа, которой я собираюсь придерживаться. Рождение, жизнь, угасание, смерть. Для меня это кажется нормальным. Я не хочу вносить свою личность в зал креологической славы человечества. Я не считаю свою личность исключительной. Если у кого-то есть такие амбиции, пожалуйста, через 3000 лет вас найдут инопланетяне, разморозят, вот мы все и повеселимся. Как-то у этого вопроса, конечно же, есть масса аспектов. Но в своем случае я бы предпочла бы остаться там, где я есть сейчас. Меня такой запрограммировали. И я предпочту выполнить программу, заложенную в меня. А с другой стороны, ведь человек он на то и человек, чтобы пытаться перешагнуть за рамки. Так вот, давайте не будем ограничивать наших ученых в их порыве выйти за рамки того, что нам доступно для понимания. Продолжение следует...